Нравы испортятся, то Он благоволил, чтобы написаны были Евангелия, дабы мы, научаясь из них истине, не увлекались юридической ложью, и чтоб наши нравы не испортились совершенно. Это предисловие к Евангелию от Матфея. Ну, я думаю, что ко всем Евангелиям предисловия, ко всем Писаниям. Ну, вот видим, что прогресс, говорят современным языком, сейчас говорят, вот, вы Иуда-бен-Гур помните, когда там Мисала и Иуда были? Мисала и был римлянин, а Иуда иудей. И он учился на иудейских законах, ну, а Мисала, естественно, учился на своих римских законах. И там какой-то момент, и тот и другой потеряли, значит, потеряли смысл в жизни. Какой смысл в жизни? Если для Иуда это было, значит, становление как христианина, то есть сложный очень процесс, потому что новое учение, как иудей он был безупречен, он шел до конца за отеческие законы, то Мисала потерял вообще понятие, почему? Потому что у них было больше 500 богов в римском пантеоне стояло. Разным богам поклонялись на разные случаи жизни, там, в общем, голова заплетется, как Пилат сказал, а в чем истина? А что есть истина? Никто, а что? Даже понять не мог он, что придет кто-то и спаситель окажется. А евреи-то знали, что придет спаситель, и пришел спаситель, и это для евреев оказалось соблазном таким большим. А римлян, для римлян это вообще ничем не оказалось, только помешало быстрее господствовать над другими людьми, захватывать какие-то земли, и все. Поэтому они отмахивались так. И они находили себе утешение в том, что они двигают прогресс, как бы сейчас сказали, прогресс. То есть, это все варвары вокруг, они просвещенный народ, и они это просвещение несут этим варварам, а варвары не хотят принимать, поэтому их приходится немножко, ну, как бы чуть-чуть убивать. А потом все остальные, конечно, примут нормально, всех этих трехсот богов, и Иегова, бог иудейский, туда же в пантеон встал, единственное, что не было его изображения. Поэтому были возмущения среди язычников, они говорили, ну ладно, мы готовы иудейского бога принять, ну где он? Давайте в святую лечу войдем, помните библейские темы эти? Давайте в святая святых, конечно, в итоге вошли, а там нету никого. Очень удивились, думали, евреи соврали им. Любопытство это порог очень сильный. Вот полюбопытничали, и получилось, что развалили, развалили все, что можно, и храм, а потом развалились духовные сами. И вот этот прогресс они двигали. И вот тут мы видим то же самое, что прогресс, он недвижимый со времен пророков, потому что Христос, но Господь через Христа все сотворил, все уже даровал, все спасение через своих мужей. И они все это записали, а приняли все это от Господа, разговаривали кустам кустам. Прямо Господь с ними беседовал, как написано. Моисей говорит, друг мой, кратчайший. Вот так вот было все. Поэтому то, что сейчас говорят, какие-то новшества хотят вводить, этого ничего уже не надо, потому что все для спасения у нас есть. Вот все, что в нашем учении, вот как храмы они какие, какие одеяния священников, как все читается, какое чтение, все-все это уже было использовано людьми для спасения, принято, и люди уже спасались. И теперь это только нужно сохранять, ничего не изменяя. Почему так сильно бьются вот сейчас из-за цикона славянский язык люди? Потому что им кажется, что это все нужно оставить, тогда Бог нас точно увидит. Но и не в этом тоже дело. А ведь он же разговаривали лицом к лицу написано с Господом. Значит они понимали Господа. А если они понимали Господа, потом передавали другим людям. В простоте, мы же читаем, как они передавали. Просто Господь сказал такой закон, они его передали, все, ничего не наворачивали. На нормальном языке передали, правильно же? И любой человек, зная, что это от Господа, и если он знает, что это от Господа, и все это в простоте передавалось, он и вправе получить этот простой язык свой. А не то, что учить чей-то, чтобы потом понять. Это неправильно. И мы видим, что разные переводы есть, и на английский язык очень такие простенькие переводы. Говорят очень простой. Я с братом беседовал, нашим англичанином. Английский язык преподает Валерий. Он говорит, до такой степени простой перевод, вот как доска. У нас, говорит, до такой степени величественный перевод, такой творческий, такой подход какой-то, будем говорить, к переводу Библии, как поэтов перевод. Такие слова возвышенные, высокопарные. К разным каким-то историям разные могут быть слова подобраны. Ну, допустим, возьмем, что, нетленный дух, что-то такое. Ну, попробуй перевести на английский язык, очень сложно. Особенно апостол Павел, у него сложность теперь. Ну, и Господь, конечно, тоже показывает эти переводы нам. Поэтому все уже стоит на месте. И сейчас к этому Писание и подойдет. Потому что, конечно, можно было бы без Писания обойтись, передавая из устно. Но, раз уже есть язык появился, и точь-в-точь передавать слова Божии, и тем более, что Господь уже не присутствует лицом к лицу, с кем он беседовал в последнее время. Да ни с кем не беседовал Господь. Если уж какие-то, на какие-то вопросы отвечал, как Серафиму Саровскому, то некоторые бы лучше и не слышали этот ответ, да? Помните? Да. Как он про священцев и архиереев спрашивал? Он говорит, не помилую. Вот такие вот. Поэтому, ну что же, Господь нелицеприятен. Но не смотрит на чины. Если сказал он, то, значит, ребята, принимайте. А мы не видим, чтобы эти слова повторялись, сейчас сильно пересказывались. Правильно? Не видим? Значит, нужно прибегать куда? К Писаниям. Помните. Спасибо, Христос. А куда хотели выносить какие новшества? Вы говорите, пытаются внести новшества в какие-то Писания или те-то пытаются в них правила какие-то? Пожалуйста, новшества любые приносят, начиная с гностиков. Гностики первые приносили в новшества. Это второй век. Да. А мы что, будем только о сегодняшнем времени говорить? И пошли дальше, ну, и так далее. И дошли сейчас сектанты потом, католики, потом сектантов целые. И сейчас тоже, и в православии пытались это все ввести. Если бы осталась живоцерковная церковь, вы бы это все увидели. Было бы православие такое, как вот сейчас в Финляндии, где женщины-священницы и так далее и тому подобное. Это православная церковь, Финляндская православная церковь, женщины-священницы. Понятно? Это не новшество? И там еще много чего другого. Просто мы не входим пока в эти гебри, ереси. Зачем они нам нужны? Мы остаемся в Писании. Писание нас умудрит. Вот о чем дело. О чем тут речь-то идет? Если хорошо его правильно знать, с толкованием святых отцов. В четыре Евангелия Господь дал нам потому, что мы научаемся из них четырем главным добродетелям. Это мужеству, мудрости, правде и целомудрию. Давайте. Интересно, кто прокомментирует. Мужеству. Как понять? Научаемся мужеству. А что не женственности? Тоже неплохое качество, да? Испытание. Переносить мужество. Мужеству. Мужеству. Можно это даже все. А целомудрие, что ли? Можно даже обнимать. Мужеству, мудрости, правде и целомудрию. Вот нельзя принести только одно целомудрие. А где мужество? Где еще правда? Может, сломать? Ну что, ты просто не остался? Батюшка, никаких вопросов нет. Конечно. Спаси Христос. Мы из потеряете берем все экологически чистое. Намоленное. Мужественность. Почему не говорят женственности? Ну, почему? Потому что женщина, она себя показала. Где? Показала она себя всю. По полной правде, так сказать. По полному прогрессу. Где? Все изменено. Да. В район. Поэтому женское начало никак не может быть. И она от мужа была. Игнатий Тихонович часто в своих поэмах часто это рассматривает. И часто там в стихотворной форме он приводит, что не мужественность ценится, а женское начало, женское начало, а женское начало, она ведет, к правде никогда не приведет. Понимаете? И дальше, а к мудрости. И дальше, а к мудрости. Так если отказаться от царства небесного, какая тут мудрость, правильно? А целомудрие. Подожди, ну у тебя муж дан, ты зачем беседуешь со змеем каким-то еще? Да ладно, другой мужик бы был. Нет, со змеей. Как говорится, хоть черта на лопатки подай, она будет с ним разговаривать, прости господи. Но он так и подлез, только он красивый такой, змеи блестящий, на ножках каких-то был. Потом Господь ему сказал, будешь на череве своем ползать. У него, видать, на маникюренные коготочки были. Но вообще, мы же умиляемся животным. Какие у них глазки вот такие. Вот у меня чихуак плавает. Такие глазки выпученные. Вот тут как слезки такие вот так вот. Так смотрит, и правда прям жалко, и все ее. А она может в этот момент, хоп, кусок там у своей подушки перехватить и убежать. Или хоп, царкнуть кого-нибудь. Бабушка у меня мимо какая-то проходит. Не успел, смотрела на нее, смотрела. Потом оббежала, ухрас ее прям за пятку. Бабушка такая села и заплакала. Сидит, плачет. Ну, ваши собаки кусаются. Что ты будешь делать? Вот. И то же самое, змей здесь поглядел. Сказал несколько слов приятных. Ты хочешь, чтобы как Бог будет. Видать, там разговаривали между собой. А не с мужем-то. Пока Господа нету. Господь-то лицом к лицу с Адамом. Ну, и что-то, наверное, сказал. Да, вот, конечно. Такое сотворить. Это же какое величие Божие. Невероятно. А он говорит, мы увидели, какое величие Божие. Хочешь быть таким же с мужем своим. Ничего. Яблочко съешь и все. Дело в том. И вот она, великая мудрость женская. Пошла и съела. И дала еще. Дальше пошла. От себя, Фина уже. Дала еще. Змей не говорил, иди отдай от дому. Дала еще ему. Ну, вот, нету тут никакой мудрости. Поэтому, мужественность, мужественность. Стоять до конца. До конца стоять. То есть, до конца, чтобы явил, вот, эта мудрость тогда явится. Как тебе прийти к правде, но без целомудрия не достигнуть этого. Целомудрие. Вот, целомудрие, оно с детства дается, или, вот, может быть, приобретено оно? Вот, проказывает нам история библейская, что, да, может быть, целомудрие приобретено. Ты, вот, как Иосиф, можешь быть целомудренным с самого детства, что ни на есть. А можешь, как язычники, которые обратились, были не целомудренны совсем, и прийти к Богу. Господь дает тебе такой путь, и ты приходишь к Нему. Становишься целомудренным, и уже до конца несешься в правду Божию. Итак, понятно, что за мужество? Мужское начало. То, что Бог сотворил Адама, да, и вот в том, как он пребывал, вот это должно было сохраниться. Ну, а потом дальше, конечно, то, что он пал, мы тут уже не можем дальше, потому что здесь уже... Ныне говорят подкаблучник. Да, теперь, как бы, Адам стал, как бы, говорят, подкаблучником, как бы, потому что пошел на поводу у жены, и так далее. Но не надо забывать, что все это было впервые. Тем более, Господь ему дал, он правду сказал же, когда сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне. То есть, это было уже такое, было, но Господь за это наказывает. Помните, как пророк один пошел, там исполнил то, что ему сказали, к жертвеннику подошел, великое чудо было сотворено. А ему Господь сказал, а придешь одной дорогой, а убегай другой дорогой, и смотри, в том краю ни у кого не устанавливайся не ешь. И один там человек, который считал себя пророком, услышал, что этот пророк сделал, и решил помочь, помочь Богу. Очень понравилось ему все это, потому что правда это все совершилось, да, истина. И он этого пророка зазвал, говорит, заходи ко мне. Он говорит, нет, нет, не могу я у тебя тут быть. Мне Бог сказал бежать. Он говорит, да нет, я тоже пророк. И мне Бог сказал, заходи, покушай у меня тут, отдохни, а потом пойдешь уже. Все, ты свое дело сделал, молодец. И тот поверил, соблазнился. Вот такие бывают, как говорится, благами устелил путь в ад. И что случилось дальше? Покушал он у него, и вдруг Господь дает пророчество этому пророку и говорит, зачем ты у меня остановился? Это было тебе испытание от Бога, ты его не прошел. И теперь ты погибнешь. И тот побежал, говорит, и тут на... Ну, тот ему осла даже своего дал, чтобы побыстрее он убежал. Подумал, может быть, пронесет судьба в этот раз. Нет, выскочил лев, задрал его, а осла, написано, не тронул. И лев стоял на дороге и ждал, когда тот пророк увидит все это. И увидел тот пророк. Ну, как бы можно даже сказать, непонятно какой пророк. Лже пророк или какой-то несвоевременный пророк. К чему это ему надо было примазаться к славе Божьей. И вроде как написано, что он хотел все это для добра. Что, ну, правда, помочь там и так далее. И он понимал, что это все истинно было. Вот так вот. И так же и Ева тут присоседилась. Может быть, она и желала какого-то добра, непонятно чего, и мужу своему, чтобы повыше стал. Жена же это нолик. Единица муж. Вроде, стану за Адама двадцатью нулями, там, миллиарды, миллиардов. И он станет у меня очень почтенный во вселенной. Оказалось-то, все наоборот, надо было прям даже пускай маленький нолик. Самый неназаметный нолик. Но замужем. И исполнить все, что он говорил ей. А он говорил ей, не прикасайся. Лишнего сказал. Но для того, чтобы остановить ее. Не было тут никакой мужественности. И мудрости не было. А там мудро поступил, когда сказал, не прикасайся. Мужества не было. Он хотел сохранить и правду. Видите, и в целомудрии бы они прожили. Но закончилось все, как закончилось. А теперь для нас уже, чтобы, вот как написано здесь, чтобы мы научились добродетели до конца, нужно, главное качество добродетели, это мужество, мудрость, правда и целомудрие. Добродетели. Некоторые говорят, я вот делаю добро. Надо рассмотреть, какое ты добро сделал, кому, что, ну и так далее. Вот там как нищим подают на паперке, мы подаем нищим. И мы должны рассматривать. Вот это вот такой пример. Или там любое что-то, добро, любое. Даже в благовестии Господь говорит, не мечите бисер перед свиньями. То есть можно даже здесь поступиться неправильно. Вот батюшка у нас присоединяется. Вот рассматривайте. А где-нибудь в Писании было так, чтобы помочь нищиму, и рассматривали. А ну-ка, достойно или нет принять милость, дать ему милость. Где-нибудь есть такое примеры? Несомненно. Ну вот, авра, ну, три путника идут. Он бы стал их рассматривать. А откуда вы живете, какой у вас достаток, на все вынуждаясь. Они не нищие были. Они были странники. Он не спросил их, откуда вы пришли или что. А пришли бы кто-то сегодня к нам, которые ему бы сказали, покажите паспорта. Это первое дело, так? Откуда вы пришли? А он их не спросил ничего. Не написано. Может, исправно, этого нет. Что, а все, принял их как? Все. Читаем книгу, о которой Игнат Тихонович говорит, что он даже послужил, она как бы ему в обращении. Викторга Дюгу, отверженная. Помнишь, как епископ как жил? У них двери были днем и ночью открыты. Все приходили. Пришел вор, его обворовал. Там у него серебряный посвечник взял, там еще что-то. Его полиция поймали. И привели когда к нему. Он говорит, это я ему подарил. Не надо, говорит, он нет, не воровал. Потом этот вор там стал, там обратился. Люди так поступали. Ну там написано, покажите рассудительность, опытность. Это все. Рассудительность нужно показать. Принимать кого, куда. А он так говорит, видишь, говорит, ты этого. И ты, говорит, не осуди его. Почему? Ты можешь не подать, пройди и не подай. Тебе лучше это сделать. А ты вот стоит там. А ты попробуй сам встань когда-нибудь так и возле храма попробуй подбирать. Возьми там шапку или еще подставь и попробуй. Сможешь ты, нет? А верительная грамота нужна. Это у нас в канонах написано. Верительная грамота, это написано. Где кто, когда эти верительные грамоты, где они, здесь верительная грамота сгорела. Это сейчас еще так стало. Тогда было. Еще у меня в детстве, помню, ходили такие были. Почти войны-то немного прошло еще время-то. Люди остались, приходили и хлеб просили. Подавали. И в наше время было такое. Вот. Какие верительные грамоты? Человек остался в беде, он будет. Кто ему будет грамоту давать? Епископ. Да где епископ? Епископ был один, говорится, от Урала и до Дальнего Востока один епископ был. Кто к нему придет, к этому епископу? Это сейчас стали епископов наделали, как священников в советское время было тысячи раз меньше, чем сегодня епископов. Можно рассуждать. А у нас епископ один в Барнауле, другой там в Павловске, в Славгороде, в Рубсовске. Ну, при советской власти там совсем другие времена были. Вы-то помните же. Я-то помню. Это было еще и в другое время тоже так же. Здесь не совсем-то так, что ты говоришь, что нужно вот исследовать. Ну, исследовать надо. Я был, значит, просит здесь, в Барнауле. А что, да я вот это, а что ты так с ней разговариваешь? Да я приехал там вот с Волжьей, с Твора Иону. А зачем ты приехал? Да я со внучкой приехал, там в деревне жить невозможно. Я говорю, как в деревне жить невозможно? А в городе где вы? Ну, вот мы на квартиру, вот сейчас за квартиру платить нечем. А внучка там что-то давает. Бабушка, ты с внучкой приехала сюда, у внучки вроде ребенок, сейчас она в больнице. А в какой больнице? Да не знаю, в какой-то там больнице где-то она лежит, в больнице. Видно, что она ничего, просто так это. С деревни никто не уезжает в город, чтобы лучше жить-то, надо начать. В деревне-то я говорю, с деревни, я в деревню, но в деревню легче. Ты посадила, земля есть, вырастила, все и все. Ну, ладно, я пойду, ну, все, и она пошла. Дальше разговаривать не стала. Ушла. Бывает так, что в Москве какая-то приезжает, там, ой, дайте на хлебушек. Пойдемте, я вам хлеба куплю. Я на хлеб вам не дам, а хлеба куплю. Где здесь футиларек, магазин там? Нет, не надо мне это, мне деньги. А, деньги нет, я деньги не даю, только хлебу говорю. Пойдем. Другие согласятся, пошел, купил там батон. Она, купи мне вот этой колбасы. Я говорю, я колбасу сам не ем, и тебе не советую. Она дорогая колбаса. Бери хлебушек, вон, водичка, и поешь. И все. Вот так вот. Что я знаю, ну, действительно на хлеб, ну, купи хлеба ему, дай хлеба ему. К нам приходил потеряевку такой, пришел за... Значит, что, я вот там это... А я встретил его, я шел, у меня как раз в русскую печь ложили. Я пошел туда в старый дом, надо было там что-то это. А Игнатий с ребятами здесь, в этом новом доме, печку делали русскую. Помогали ему Андрей Устинов, Витя Плеханов, Андрей Дробот. А был такой дождик моросил. Игнатий всех снарядил, все, да, у него все военное, там, шинели, кетеля, брюки. Ну да, они как гесальники это все. Ну, а тут идет по деревне. Э, можно, что, мне бы батюшку здесь найти. Я говорю, а зачем он тебе нужен? А что я буду тебе доказать, зачем? Мне батюшка нужен. Я говорю, ну, у нас батюшка так, это... Ты посторонний человек пришел, и батюшка тебе это... Нет. Ты откуда? Я приехал там, а ты в Тихие. Ну, что, что ты в Тихие приехал? Ну, а тебе зачем батюшку? Я только ему скажу. Ну, я говорю, ладно. Сейчас я, говорю, возьму там это еще и пойдем, я тебя отведу. Говорю, там, близкий человек, который батюшке близкий, говорю. Он так сказал. Ну, и пришел я назад. Подожди, говорю, здесь я сейчас доложу, говорю. Ну, зашел я, Игнатий-то говорю, говорю. Там человек пришел, и со мной разговаривать не захотел, он только требует батюшку. Выйди с ним, поговори. Ну, он вышел, поговорил. А он начал дерзить, а ты, он такой, покажи свои документы. А ты мне покажи свои документы. Как ты пришел в мой дом, и у меня требуешь документы. Ну, и, короче, дальше больше он стал дерзить. И, знаете, так, ребятам, так, прикажи вам, какой-то военный, так, проводить его за деревню, чтобы не это... Они подходят, сзади его этот, сзади его этот, сбоку берут Андрей, дроба, нет, Андрей и Витя Плеханов, а сзади Андрей. И повели его. А кто вы будете, Андрей Устинов? Мы, спецотряд, нас мы сюда, это поселение непростое, нас сюда, значит, послали. Охранять. Поднимать и благословить, как ОМОН. Ну, он был дергаться, а что дергаться, там Витя Плеханов. Ну, это, и, говорит, робот, будь здоров. Они его сразу за руки, опять это, но вышли его за деревню, так, мы тебе советуем, давай быстро, иди на разъезд, и не оглядывайся. Если вернешься, тогда мы уже, говорит, будем с тобой, это, у нас есть там карцер, мы тебя посанем, говорит, и отсидишь здесь, если у нас. Ну, и, правда, ушел, и больше никто не видел. Вот и все. А вот, а мне ничего не надо, мне, чтобы кровь был над головой, и жертва была. А еще, что? Ну, больше он ничего, и там еще добавили, говорит, тебе еще, может, ребят, и бабу подборку берет. Ну, вот это не говорил, а мне только, чтобы головой и жертва была, не сказал, чтобы работа была, нет. Вот так вот. Ну, вот такие вот ходят. Как мы, говорит, помогли ему, дали ему на дорогу бутылку воды, там огурец и кусок хлеба странный. Все, это ему пакетом закрывать тебе надо. А я там езжу. Поездо дождешься, ехали или туда, или туда, в обратную сторону, куда хочешь, поезжай. Вот так вот. Дали, не оставили его странник, голоден. Дали ему поесть, булку хлеба положили, там огурцы уже были, огурцов дали там. И все, и отправили. Вот так вот. Конечно, у нас сегодня, я скажу, ну, возле больших храмов, где стоят, это было еще и тогда, я помню, когда я в юности ходил в храм. Но тогда другие были, как-то нищие, более были благочестивее. Ну, ну, да. Были же не такие, такие женщины одна, помню, она все равно, когда, ну, просила милости, вот она постоит, сколько-то. Она собирала, потом в храм ей подают, она уже не берет. Мне, говорит, больше не надо. Я взяла, сколько надо? Больше не надо. Нет, мне больше сегодня не надо. Она на день. Где эти нищие? Ау-у-у! Нету таких. Нету сегодня таких. Разговаривали мы с этими нищими? Может, где-то перенесли. Был такой Ванюшка, слепой, совершенно слепой от рождения, что ли. Он ходил без тросточки, идет, ты его, если так со стороны, то, только голова не высоко так, и ты не узнаешь, что он слепой. Сам в храм приходил, эти на Челюскинцев, дома там эти, пятиэтажки, там слепой, для слепых дом. И он в Покровский собор приходил сам. Ну, ему кто-то там что подаст, он никогда не дурал, ни от кого не дурал. А если он что-то сунет, то он обязательно кому-то опять отдаст это. Да такие нищие были. А сейчас так. Подают он, пьяный, уже лежит, фуражка рядом, он спит уже пьяный. Ему на фуражку все равно бросают, он встанет, у него уже похмелиться, есть еще, взять бабушку. Наши православные бабушки очень добродетельные такие они, жалко, потому что у каждого сына, наверное, такое-то скажет, что нет, да у меня сын такой жалко, как к своему сыну подает. Ну, в общем, рассуждение нужно все равно. Ну, конечно, оно нужно. Будет находить до такого, что ты можешь таким рассуждением оттолкнуть истинную давящуюся, которая будет. И здесь нужно не только рассуждение, но и разумение нужно. Жалко, что у нас не проводят таких тестов. Сейчас взяли бы одного нормального нищего, а другого, который притворяется. И нас бы с вами поставили, вас и меня, и кто кому бы подал правильно. Вот это было бы у нас соревнование настоящее. А так, что разговоры-то разговаривать? Ну, были и такие в моей жизни, которые подходили и просили хлеба там, конкретно хлеба. Были, которые денег просили. Я кому-то давал, кому-то не давал. Но никого из нищих, которые стоят рядом с храмом, ни одному я ничего не подал. Ни одному ничего не подал. Потому что им, как подавать-то, кто они такие? Ну ладно, вот давай, допустим, мы идем с тобой, идем. И встретился нищий там один. Допустим, так, ты так, а я так, ты прошел, кто его знает, какой он есть там. И прошел мимо, и ничего не дал. Нет, я поговорил бы с ним сначала. Да, я остановился. Ага, то есть я, значит... Я остановился, даже, наверное, посмотрел. Ну ладно, подам, может, действительно. Я подал, там, ему рубль, может быть, более. Поздравляю, вы победили. А оказалось, что он, ну, истину нуждающийся. Кто больше, ты или я, или даже он совсем не нуждающийся был. Но я подал, что я потерял? Господь даже намерение человека и то ценит. Ничего подобного. Рассудительность ценит Господь. Вы как подали ему, а он пошел, напился и попал в ад. И говорит, как ты, Господь, как ты сюда попал? Да вот священник проходил, я его обманул, притворился таким, скручился, он мне дал рубль. Я напился, и вот, благодаря отцу и Акиму уже прилетел в ад. О, как? Ну, а как? Вы же сказали, я, ты. Да в ад-то судить, вы не разговариваете, он уже в ад-то его. За то, что он там, это, Бог будет судить. Откуда он еще попал, если он в спинке сгорел? И хоть стоял, в людей обманул все время. И тогда они все, ну, и самого священника. Он меня обманул, а я-то причем, моя вина какая? А какая, надо было рассудительно поговорить с ним. А где чего посмотреть, как он и все, что это, да? И сказать, иди работай, посмотрите, какие бицепсы, а ты стоишь здесь. Ну, понятно. А как еще иначе, другого не знаю? Ну, потому что не знаешь ты другого. Ну, конечно. Поэтому не знаешь другого. Да, я никогда не подам просто так. Я поговорю, спрошу. Были у меня такие, которые, я прям за ними шел и в магазине видел, как он покупает после этого, что. Кстати, Игнатийнович тоже об этом рассказал. Тоже шел за одним. За руку схватил его, говорит, рубля отнял. Ну, вот семья, жили семья, допустим, муж, ладно, пьяниц там пил, случился пожар. Пожар от его сигареты, которую он там бросил, все сгорело, остались все на голом месте. Помочь или не помочь? Вот там дети, жена, дети есть. Это помочь, конечно. Ну, как помочь, он пьяница, ему что помогать? Зачем? Пускай они помирают там и живут на улице. Дети помирают. И следовательно все там, ясно, да еще от сигареты загорелось. Зачем им помогать? Ну, ладно, я проиграл, все. Вы победили. При чем здесь? Дальше пойду. Мы со мной не соревновались. Давай, иди, Дальше. Понятно. Так. Научимся мужеству, когда Господь говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Матфея 10 глава, 28 стих. Мудрости, когда говорит, будьте мудры, как змеи. Матфея 10 глава, 16 стих. Правде, когда учит, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Лукаш 10 глава, 31 стих. И целомудрию, когда сказывает, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Матфея 5 глава, 28 стих. Четыре Евангелия дал он нам еще и потому, что они содержат предметы четырех родов. Именно догматы и заповеди. Угрозы и обетования. Догматы и заповеди. Тут разность какая-то есть. Сейчас, может быть, будет сказано еще. Угрозы и обетования. Верующим в догматы, но не соблюдающим заповеди. Они грозят будущими наказаниями. А хранящим их обещают вечное благо. А чем догматы-то от заповедей отличаются? Догматы, это же церковный канун, тоже догматами называют. Это уже заповеди от самого Бога. А догматы уже не сдают. Это от людей уже догматы. Я тоже так понимаю. Догматы, мне кажется, что-то незыблемое. Представляет о Троице, о Боге, вот это догматы. То, что нельзя никак изменить и никак нельзя нарушить. Ни плохо, да. Ну, это правило. Догматы все равно же, это правило. Правильно сказали. Да, не изменишь. Это правило. Заповедь, это наставление, как жить свято. А заповедь, это Божье заповеди. А догматы, он с собой. Это что, берем, наверное. Я не писал, ведь вот эту догматику, то есть правило, которые, вот оно, есть как теорема, неизменяемая, все так и это. Заповеди. Заповеди надо конкретно говорить о заповедях, да? Да. Десять заповедей и девять заповедей блаженства. Написано прям. Ну да. Заповеди. Да. А все остальное будут догматы. Почему? А второзаконные, если там же тоже законность. Это все заповеди? Ну это же. А догмат, что догмат? А догмат? Догмат это такой, Бог един. Бог един. Догмат? Да. Вот ты веришь, что Бог един, а заповеди его не соблюдаешь. Ну это уже грех. Ну все, ты согрешил. Не соблюдаешь. Да. Вроде как соблюдаешься, если ты веруешь, что Бог един, так тогда и соблюдаешься. Бог Троица, веруешь ты, что да, Бог Троица. Три единых Господь. А заповеди не соблюдаешь. Не поспишься. Заповеди уже были. А вот и Троицу, догматику эту приняли уже на соборах. Вот эти правила, люди собирались в собор, на принимание. Догмат вот, Лена правильно сказала, хоть я ее называю иногда. Но они уже неизменяемые. Она правильно сказала, догмат это нечто незыблемое. Потому что на соборах. Оно неизменяемое. Догмат, вот догмат, что Бог един. Дальше догмат какой? Что придет спасение от Бога через какого-то спасителя. И он говорит, ты будешь его жалить в питу, а он раздавит тебе голову. Вот это вот все догматы, это незыблемость. Это не заповеди. Какие это заповеди? Это догматы. Ну заповеди, они отдельно идут. А заповеди? Это Бог дал нам заповеди. А заповеди, чтобы тебе не сбиться с правильного пути. Как правильно делать тот или тот, то или то в любой ситуации? Я думаю, что я говорила об одном и том же. Не знаю. Я что, Лена сказала, только она как правильное предложение, правильно мысль вызвала. Ну давайте так и оставим на этом тогда. А Валя об этом же самом говорила. Только что вот это правило. Правило и заповеди, это одно и то же. Правило и заповеди, это одно и то же. Заповеди, это прямое Божье указание. Правило это кому? А из этого, из этой заповеди и зашло правило. Вот это догматика. Правило на правило. И они не должны друг другу противоречить. Никак. Но изначально были заповеди. Они не должны друг другу противоречить. Вот догматика родилась фундаментом заповеди. Боже, это фундамент. Зачем вы вообще слово догматика-то произносите, я не могу понять. Ну, правило, ну, это раз так и спросили. Догматика, Лена вот выразилась вот так вот. Да, маме говорили догматика. Догматика. Это вы в двору сказали догматика. Ну, у нас так принято выражать. Догматика эти правила, то есть правила, которые вот незыблемы. Вот собор принял вот такое правило, которое... Не правило незыблемое. Вы опять куда-то ушли. Незыблемый догмат. Догмат незыблемый. Ну, догмат-то и есть правило. Это что Бог един. Бог все сотворил. Вот так. Вы не можете понять. Это общее. Нечто общее. Это фундамент, на чем все диждется. Это догмат. Вот это я почитаю. Надо кто-то снимал. Ну, что мы снимать. Ну, читай. Ну, что мы снимаем. Я тоже, батюшка. Давайте, я прочитаю. Мелко слишком. Да, сейчас я посмотрю. Так, так. Слово догмат. Богословское. Богословское. Ну, как богословы говорят. Это истина, основанная на откровении и формулируемая церковью в катехизисе. Вот слово догмат. Вот то, что вы сказали догмат, это вот слово догмат. Теперь догматизм. Догматизм. Философская система, исходящая из некоторых основоположений, применяемых за непреложно достоверные и тождественные действенности, без предварительной критики пределов познавательных способностей человека. Противоположность критицизму. Догматический метод. Вот это слово, догматический метод. Что это значит? Это научная система, развиваемая логически из некоторых положений, истинность которых не подлежит никаким сомнениям. Вот, вот, никаким сомнениям не подлежит, что Бог един, и что Он все сотворил. Все. А теперь правила пошли, чтобы человек не ушел от этого. Догмат-то не только о том, что Бог един. Нет, ну нет, конечно. Догмат есть о почитании Престой Богородицы. Аминь. А икона почитания, это тоже догмат. Вот, это мы расширяем уже с вами просто догматы. Мы просто начали сошли. Ты сейчас же прочитан, принимали вот это. Догматы Святой Троицы. Ты сейчас только, а слово полагающее должно быть что-то. А у нас заповеди. То есть это не приложено, ты уже другого никак не можешь, что это неизменяемо. Заповеди не тоже неизменяемые, но заповеди, они уже прилагаются к догмату. Вы никак не можете понять это. Догматика прилагается. Догматика прилагается в заповеди. Да неправильно. Ну как это не правильно. Вот с чем. Вы ничего не можете прочитать. Ну это научно. Нет, а мы с вами не договорились. Подождите, стоп, стоп, стоп. Дело все в том, что мы просто здесь прочитали. Нам толкователи. Ты в конце еще не прочитал толкование. Читайте. Да, это же не толкователи, это только предисловия. Пишут современные богатства. Читайте, а вы уже начали в дебри залазить в такие, что не выберетесь оттуда. Давайте. Да. Читайте. Ну кто-то я вижу, не выберется, да. Если будут так думать. Итак. Верующим в догматы, но не соблюдающим заповеди. Они грозят будущими наказаниями. А хранящим их обещают вечное благо. Евангелие благовестие, то есть благовестие, в скобках, называется так, потому что возвещает нам о предметах благих и радостных для нас. Как то перечисляется. Об отпущении грехов, оправдании, переселении на небеса, усыновлении Богу, наследие вечных благ, освобождение от мучений. Вот это вот есть догматы. Понятно? Вот то, что я сейчас перечисляю. Ну, мы правильно понимаем. Ну, батюшка начал по этому, идти по катехизису. А это вот мы дальше продолжаем перечислять, что в Евангелии основное, на чем содержатся заповеди. Можно еще одно сказать? Догматика есть по другим наукам тоже, по всем наукам. Есть незыблемое, по любой науке возьми, догматика есть, общее понятие, понимаешь? А это у нас вот относится просто, сейчас мы читаем про веру православную. У православной веры своя догматика, у католиков своя догматика есть. Как это? Я не понял, вот зачем вы куда-то ушли в гебри? Вы там думайте, что-то себе думайте, потом напишите в письменном виде, рассмотрим. Я не знаю, зачем вы... Вы помолчите, сейчас помолитесь просто и все. Хорошо. О чем вы спорите-то, я не могу понять. Мы не спорим. Ну, Лена вот совершенно просто сказала, ну, в простоте. Батюшка уже сказал об иконопочитании. Ну, где заповедь об иконопочитании? Это догмат. Догмат, это незыблемый. Нету такой заповеди, что почитай иконы там такие-то. Просто иконопочитание, все. То есть иконы, это мы поклоняемся первообразу, ну, смотря на иконы. Мы не поклоняемся иконам. И так далее, и дальше уже там отсюда все. Ну, это он такой сложный. А самый простой – единобожие или троица. Все. Закона нету. Поклоняйся троице. Нету. Почему? Это догмат. На нем зиждятся заповеди. Заповеди исполняешь – троица с тобой. Не понимаете? Нет. Не понимаете. Ну, что ты не понимаешь. Я понимаю. Я с тобой не согласна. Ты понимаешь меня? Что я говорю? Я так же о том подумаю. Что закон – это Бог дал. И догмат строился, не противоречивая закону. А если бы закона не было, тогда бы просто были догматы. Подождите. Когда дал закон? Сотворил человека? Вы не думайте о Моисее. Вы думайте об Адаме. И все тогда на место встанет. Какой закон он ему дал? Он его сотворил в саду, он ходил, вместе с ним беседовал. Какой закон он ему дал? Он только дал первый закон ему – не ешь от дерева. Ну, дал кто? Дал кто? Бог. Ну, Бог. Все, незыблемый. Бог едим. Что вы не понимаете? Я не могу понять. Я понимаю. Ну, все. Это и есть догмат. Для человека догмат. Бог едим. Все. Что тут такого? Что вы успорите? Ну, ты же его построил на этом законе. На каком? Ну, так это догмат. Я ничего не строил. Я ничего не строил. Бог сотворил человека. Адама. Сотворил Адама. Он еще ему ничего не давал пока. Он просто ходил, жил в раю. Ничего не давал. Ни на чем не построено. Просто человек знал – это мой Творец. Все. Незыблемо было. Никакого закона нет. Что вы придумаете сами себе-то? Да как нет закона? Какой? Ну, а как тогда? Вот у нас наша догматика, например, она отличается от чьей догматики? От чьей догматики? Нина Александровна. Нина Александровна. Помолитесь, пожалуйста. Помолитесь, пожалуйста. Позвоните вашему духовному отцу Игнатию Тихоновичу Лапкину. И он вам все на место поставит. Хорошо? Позвоните и скажите. Вот это. Только не сейчас звоните. Я позвоню сейчас. Ну, идите туда тогда, там звоните. Ну, все равно сейчас вам ничего точно так не скажут, как надо. Ну, я же задание-то должна исполнить. Вы же мне сейчас позвоните вашему духовному отцу. Свободное время после этого позвоните. Не на занятия. Не надо сейчас ничего. Вы сейчас хотите победить. Просто я понимаю, это вы прекрасно. Нет, мне не надо. Я уже не первый раз сталкиваюсь с этим. Вы хотите победить. И вот тоже хочет победить. Но не победите вы. Не понимаете, о чем даже речь идет. Вы не можете внять. Есть общая платформа. Общая. Бог сотворил все. Ей незыблемо. Он сотворил. Вы что, не понимаете-то? Все, это догмат. Ну, это одно и то же выходит. Нету дальше никаких заповедей. Просто Бог все сотворил. Заповедей нету ничего еще. Сотворил. Вот человек лежит. Начало это. Еще даже не сотворил Еву. Вот человек. И сказал. Ничего пока не говорит. Побожницу. Ничего не говорит пока. Ничего не говорит. Не говорит. Вот сотворил. Все. Человек очнулся. Бог мой творец. Все, это догмат. Ничего. Заповеди ничего нету. Все, успокоились? Догмат это незыблемо. И дальше то же самое при Святой Богородице. Никто не знал, что какая-то женщина может родить Бога. Это я сейчас потихонечку говорю, потому что это до сих пор никому непонятно. Догмат родился. Как? Догмат? Нету никаких заповедей. Ну, выезжаете потихоньку умом. Да. Ну, слава тебе, Господи. Батюшка говорит дальше, икона почитания. Видите, как он легко перечисляет? Икона почитания. Никаких заповедей. Догнать. Все. Если вы будете против икон, анафема, вы не православный человек. И дальше вот перечисления теперь такие, что... Сейчас, давайте, какие тут законы? Бог, вот видите, отпущение грехов. Бог говорит, я тебя отпускаю грехи. А ты мне закон, дай Бог. Я тогда тебя пойму. Нету никакого. Он говорит, я отпущу. Вот гляди. Видишь, я на кресте. Вот так берет, как на кресте умер. Вот так берет всех вот так, кто покаялся. И вот все, что были рукописания, разорвал. И вот так забросил за себя. Говорит, все, я тебе все грехи отпустил. Вот батюшка сегодня. Мы причащались. Никаких законов. Никаких заповедей. Потом, потом, потом будет. Все. Я отпускаю эти грехи. Все, отпускаю. А может быть, как-то ты мне какой-то указ напишешь. Вот, гляди указ. Разорвал, выбросил. Дальше перечисляет теперь. Толкователи. Оправдание. И ты, я этим оправдался. Чем? Тем, что я верю в Иисуса Христа. Это мой Творец. Мой Искупитель. И я буду исполнять теперь заповеди, которые он мне говорит. Вот. Игорь, давай еще вот вернемся к тому, что... А когда вот эта догматика писалась? Ведь уже, это же были законы. Догматика писалась? Как вы глубоко лезете? Куда? Зачем писалась-то? Ну как, вы, а как же, понимали-то, догматика уже соборы собирались и соборы. Не надо, это остановитесь, вы остановитесь. Вот батюшка нам дал прочитать. Там написано, основополагающие. Основополагающие. Они просто нам научным языком написали, что основополагающиеся принципы. Основополагающиеся действия, которые были сделаны. Допустим, Бог сотворил мир. Какой-то такой. Бог сотворил мир. Бог сотворил. Догматика. Все, Бог сотворил. А если мы теперь дальше пойдем, там, допустим, язычники будут. Нет, нет, это не Бог Иегова сотворил. А кто? Это Ера, это, Богиня Земли. Она сотворила Землю. У них вот как будет все. Все. А у нас нет. У нас конкретно мужа. Не, не, мы скажем, как Иона сказал. А ты кто такой? А я Божий человек, который, а что за Бог у тебя? А Бог, который небо и земли сотворил, небо и землю. Они так, говорит, удивились. А где такой Бог? Да у нас в Иудеи в него верят. Бог неба и земли. Всего неба и всей земли? Ну да. И я виноват, что такая буря, все, вот меня наказываете. И они так растрогались. Мы тебя не будем наказывать. Он говорит, тогда вы погибнете. А так есть возможность, что я-то все равно спасусь. И они его выбрасывают, все затихло. Почему? Он исполнил основополагающийся догмат. Он не стал придумывать ничего. Он вышел и сказал, мой Бог, Бог неба и земли. Все, нету никаких законов, ничего. Понятно? Так это, выходит, догмат, это то, что подтверждает какое-то событие в писателе. И событие тоже, ну да. Какое-то событие, какое-то явление важное. Ну как бы основополагающийся принцип. Основополагающийся принцип. То, что не подлежит сомнению. Вот это называется догмат. Догмат, это неправильно тогда. Это неправило. Я считала, догмат, это вот тоже те соборы, которые решали вопросы. Вот батюшка прям перечислил. И какую-то мысль, прям ее записали в правила. Там в начале в самом идут не правила, а догматы. В начале, почитайте сами. Откройте каноны и правила. И там идут догматы. Символ веры, догмат. И на нем все основывается. Пропойте символ веры себе. Это догмат, мы ни в чем не должны. А теперь, чтобы исполнить символ веры, вы должны все заповеди исполнить. Какие? Вот такие, 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 такие заповеди. Там их куча целых. Сотни заповедей. Для священников, для мирян. Добрый день. И для священников с мирянами вместе. Спорт. Спорт. Что первично? Курица или яйцо? Догматы или заповеди? Что первично? Что на этом строим? Догматы не только святой Троицы. Есть еще догмат, наверное, там и о другом. О иконопочитании. О почитании Пресвятой Богородицы. Ну вот, не обсуждайте. А здесь обсуждают догматы. Уже у нас идет обсуждение догматы. Как обсуждать? А, да. Не, не, не. Тогда верно. Тихо, тихо, тихо. Все. Так, ладно. Ну, так, что главнее? Заповеди или догматы? Вот, делаем. Если, допустим, человек строго исполняет догматы, знает все, но живет не по заповедям Господним. Это хорошо или плохо? Пустое все, да? А если он не знал догматов, а заповеди Господни все исполнял, по заповедям все? Должен принять их. Бывает, живет по заповеди, он догматы не принимает. Догматы, понятно все. Короче, разные вещи все равно. Ясно, все. Вот так вот, все. А то они толкутся здесь уже около часа, наверное, не могут никак. Вот и все. Аминь. Аминь. Догматы, они обсуждались. Это составлено все. Их не можешь никак. Догматы Святой Троицы. Нигде не написано Святая Троица. В Писании нет этого. Да вы слышите, бабушка, не другое. Все. И оно непреложно. Да? Да? Вот и все. А если ты догматы, допустим, соблюдаешь догматы, а заповедей нет, то это пустое, значит ничего у тебя нет. О чем стоит? Ну, догматах знают и бесы знают, говорят, и веруют, но все, трепещут. Они знают, что Бог есть и будет суд. Боже, они все это знают ведь? Знают. Зачем ты в прежнее время не пришел мучить нас? Да. Они знали, кто это пришел? Люди не знали. А они знали, кто это пришел. Ученики ближайшие, которые с ним ходили три с лишним годы, они так и до конца не могли понять, кто это с ним. Они думали, просто все еще сомневались. А где, когда ты будешь, что сделай, чтобы мы были там министрами. Там я министром обороны, другим министром финансов, чтобы по левую, по правую сторону съездить, чтобы делили места министерские при нем. Короче, чтобы это все на место поставить, сначала... Так, все, давайте, братья, заканчиваем. Чтобы на место поставить, сначала были догматы написаны, а потом и заповеди. Все это написано в канонах и правилах. Аминь. С Богом! Да, достойно. Да, есть я, кого истину, уложите Тя, Богородицу, Христа блаженную и принята рочь мою, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херрубин, И славнейшую без сравнения с Фероким, Безыстрения Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величайя. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, За это мирное и тихое время, За Твое обильное благословение нам. Слава Тебе во веки веков, Отцу Сыну и Святому Духу. Аминь. Кому надо зелень? И мир ему свое. Кому зелень? Держи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова